Здравствуйте, с вами популярный ютубер Фил Кек и добро пожаловать на мое видео. С этого видео стартует второй сезон моего познавательно-развлекательного шоу Опухоли на ютубе. Ну что, признайтесь, вы же соскучились. Соскучились по этим разнообразным опухолям, которые заражают наш сайт все сильнее и сильнее. И перед началом я хочу показать вам рисунок, который мне прислала моя подписчица Юля Виноградова. Вы только посмотрите на этот рисунок, он идеален, он прекрасен. Спасибо тебе большое, Юля. И вообще в нашем паблике даже были мемы со мной. Я так подумал, что нужно сделать какое-нибудь руководство по созданию мемов. Теперь даже оно есть у вас развязаны руки. Ссылка в описании. Сказать честно, эту опухоль я обнаружил тоже довольно давно, но не придал ей большого значения. И очень-очень зря, потому что когда сегодня я зашел на этот канал, Я, у меня чуть приступ не случился. Потому что все ролики этого ютюбера, это то, что я так ненавижу на ютюбе. Как бы странно не звучало, но просто почитайте название. Что будет, если сварить колу плюс фанту плюс ментос и яйцо? Гомункул ожил и хочет убить? Раз, два, три точки. Выпал драгон лор и два ножа за 65 тысяч долларов. В общем, это действительно все то, что я ненавижу на ютюбе. Лайфхаки, открытие кейсов, ролики с фантой, кока-колой и прочее говно. Но я решил выбрать самый отвратительный и идиотский ролик, который я только нашел. И называется он... Парень пробует женские лайфхаки и хитрости. И знаете, что меня привлекло в этом? Просто посмотрите на тамбнейл этого ролика. Этого достаточно. Этого просто достаточно, чтобы этот ролик собрал 700 тысяч просмотров. Я понимаю, что кто-то из вас, может быть, не понял, что он делает на этом тамбнейле, но давайте-ка не будем углубляться в это, потому что этот ролик такой, наверное, креативный, классный. Мне уже не терпится его посмотреть и похвалить автора. Усаживайтесь поудобнее. Приятного просмотра. Здравствуй, чувак, ты будешь облизывать... Ладно, хорошо, давайте дальше посмотрим. На своей странице ВКонтакте я попросил вас написать те лайфхаки, которые вы хотели бы увидеть на мне. Я и подобрал те, которые просили больше всех. Поехали! То есть зрители присылали ему женские лайфхаки, чтобы он их попробовал? Ну что тут можно сказать? Клоуном быть нынче очень выгодно и... Много бабла ты можешь загрести, поэтому давайте посмотрим, что... Как он будет веселить меня. Сбеливание зубов с помощью скотча. Я смотрю на этот лайфхак скептически, но все же попробую. Вот мои зубы до. Ну и тип, ждать нужно. Я даже представить не могу, кто мог посоветовать этот лайфхак. И не могу поверить в то, что ты действительно приклеил скотч к зубам. Матерь божья, этот монтаж был сумасшедший. Не буду врать, это неплохо выглядит, но... Что он, б***ь, только что сделал? Он почистил зубы напильником? Эээ... Окей, я предчувствую, что сейчас должен быть панчлайн, так что готовьтесь. Пришло 5 минуточек. О боже, какой охрененный результат! Да это же супер лайфхак! Работает! О, да, вот это монтаж в 2К16 году. Да, это я понимаю, конечно, круто. Еще бы Емодзи ты наложил куда-нибудь там в правый верхний угол, вот этот смайлик плачущий и смеющийся. Это меня точно вырвало. Говорят, с помощью выпрямителя для волос можно сделать шикарные кудри. Проверим. Уже разогрелось. Ну да, харизма из тебя так и прет. Возьму волосы с челки. И... опять же, ничего не случилось. Возможно, просто этот лайфхак не работает на коротких волосах. Но у меня он вообще не получился. Провали! Возможно, лайфхаки это полное говно, нет? Да и не думал об этом. И вы уже понимаете, что это шоу. Этот чувак с никнеймом Хай Мэн пробует лайфхаки, то есть проверяет их. И вы понимаете, насколько абсурдна эта ситуация? Людям на ютюбе действительно нужно доказывать, работают ли идиотские лайфхаки. Сами они не понимают. Я вот всерьез задумываюсь сделать гайды по лайфхакам какие-нибудь. Возможно, это будет иметь спрос. Сможет ли самодельная прокладка заменить настоящую? Блин, что за хрень? Самодельная прокладка? Во-вторых, как вот эти движения рукой ассоциируются с прокладкой? Дорогие детки, если вы не знаете, что такое прокладка, то мистер Филипп сейчас всё вам объяснит. Точнее, Фил Кек. Чёрт, я только что понял, что я не мастер в самодельных прокладках. Давайте Хай Мэн за меня это сделает. Нам понадобится носок. Не удивляйтесь, это обычный носок. Вот, смотрите. Боже мой, носок? Да ещё такой грязный. Какая девочка ему написала этот лайфхак? А также возьмём туалетную бумагу, сложим пополам и ещё раз пополам. Затем завернём в бумагу и у нас получится вот это. Да. Господи, если такой лайфхак действительно существует на просторах Ютюба, то мне не остаётся ничего, кроме как убить себя. Возможно, я чего-то не знаю. Давайте-ка я загуглю. Самодельная прокладка. Э, ну окей, ладно, для женщины напишем. Боже мой. Окей. Даже сшитые есть. Я просто хочу убедиться, есть ли носки в каких-нибудь вот таких DIY прокладка. Господи, что я делаю со своей жизнью? Как справиться с этими днями в школьный период? Берите носок и засовывайте себе между ног. О, раунд. После многочасовых поисков я не обнаружил лайфхак по созданию прокладки из носка и туалетной бумаги. Специально для видео купил прокладки. Слева самоделка, а справа настоящая. Хотя, погодите, или справа самоделка, а слева настоящая? Да они так похожи, что не отличить. Протестим их. О, ну вот этой шуткой, да, очень круто показывается целевая аудитория этого канала, которые не могут отличить прокладку от носка, обёрнутого туалетной бумагой. Нальём стакан воды и спустим воду на прокладку. Даже половину стакана еле держат. Господи. Дорогой Хаймен, ты вообще представляешь, зачем девушкам прокладки? Что у них там между ног? Или ты думаешь, что настолько много влаги выделяется, когда они видят тебя? Ах, разгадал я твою нарциссичность. Гадну! О, теперь моя подделка. Ммм, уже неплохо справляется. Гуд, вэри гуд. Господи, боже мой. Ты вот думал, что девочка 14 лет, она вдруг, она может попробовать вот это сделать? Что же ты делаешь? Я не могу понять, что. Моё лицо похоже сейчас на такое съёжившееся лицо азиата. Настолько мне нердское это смотреть. Давайте напор побольше. Вау! Она справилась! Вэри найс! Работает! Ха-ха-ха-ха, убейте меня! Убейте меня! Вот эти преувеличения, я не знаю, я не знаю, как это смешным может быть Это чистая школа пародирования Ивангая Ой, ну блин, ну это же, возможно, стёб Да какой это стёб, это не стёб, это не пародия, это непонятно, что вообще Это просто очень тупо, очень тупо Но у вот такого тупого ролика 20 тысяч лайков Я б сейчас вышел в окно, я б сейчас вышел, да, я б сейчас вышел Если бы мне не записывать следующий ролик В рот мне ноги, еб*** мой, хуй, пиздец, нахуй Дальше продолжаем Чтобы нарисовать идеальные стрелки понадобится ложка и карандаш Я подумал, что карандаш это хрень, и поэтому взял маркер Пробую этот странный лайфхак И как видите, ну вроде получается, я же не визажист Ой, Хайман, ты такой красивый, я наверное поставлю тебе лайк Это так классно, ты такой милашка Это так смешно, пойду себе засуду носок с туалетной бумаги Именно так 13-летние девочки смотрят этого ютюбера Готово! Итог, можно без ложки нарисовать стрелки? Работает 50 на 50 Фу, какой отвратительный голос вот такой И вы заметили, что он нарисовал стрелки, то есть настоящие стрелки В этом заключается каламбур Каламбур русского ютюба Эту хитрость просили больше всего, и я не смог не взять Да, этого просили больше всего, потому что девочки хотят видеть тебя голым А также наверняка спрашивают, есть ли у тебя девушка Это все, что интересует твою аудиторию насчет тебя Но только для меня остается большой загадкой Как мальчики могут смотреть такое? Однако я приличный мальчик и не буду показывать тебя голенького Вы увидите замазанные действия, которые я выполнял Кстати, использую карандаш Линии нарисовал, по идее у меня должна появиться грудь Охренеть! Я не верю своим глазам, она действительно появилась! Это не грудь Это опухоль Огромная Одна опухоль, которая у тебя прям из души вылезла Из твоей сущности Это было бы смешно, если бы не было так грустным Мешки под глазами больше не будут тебя беспокоить Говорит нам следующий лайфхак Я с трудом верю, однако начинаю закрашивать их красной помадой Я офигею! И вновь работая! Теперь я не вижу своих синяков под глазами Супер-супер-пупер лайфхак! То есть, это вам не кажется? Чтобы набрать 700 тысяч просмотров и 20 тысяч лайков Достаточно просто покрасить себя как клоун И вести себя как клоун И шутить как идиот Мне кажется, клоуны даже получше шутят Да, вот он, YouTube в 2К-16 году Эх, загляденье! А вы еще спрашиваете меня, почему меня что-то не устраивает? Блядь, если съесть горький шоколад во время боли в животе, то боль утихнет Но забавно смотреть на вот этот момент без звука Тогда кажется, что у него действительно болезнь Но у меня не болит живот, как я проверю этот лайфхак? Так же, как и делал твой отец мамке, когда ты был в утробе А вот этой чернушной шутки я не ожидал Ну тогда это все объясняет, да Ведь в каждой шутке есть доля правды Что говоришь, там горький шоколад нужно, да? Черт, это молочный! А я знаю, как исправить это дело Горчица! Она поможет сделать шоколад горьким! Знаете, я уже, если честно, устал смотреть вот такие ролики для детей Я не верю, что даже школьник в первом классе будет такое смотреть и улыбаться от этого Даже детские шоу должны быть хоть немного осмысленными Это просто дебилизм Ты сдох? Зато теперь он не чувствует боли в животе Работает! И вот и все Это конец Это конец света Потому что этот ютубер не отображает, сколько у него подписчиков Но после того, как я посмотрел его все ролики Посмотрел, сколько они просмотров набирают Какой тематики они Напишите в комментарии, как думаете, сколько у него подписчиков? Я думаю, у него 500 тысяч, это точно Потому что такая ху... Людям нравится И нам с вами придется с этим жить Всем спасибо С вами был Филкек До новых видео Субтитры сделал DimaTorzok